получил такой комментарий я понимаю так что не давайте что за глупости это получается выращиваете семян персик абрикос и говорите что это соответствует сорти тут я сразу обиделся не хочу ничего негатива говорит мне нужно продаться 20 лет тысячи садоводов знают что я такого никогда не говорю это было бы не просто глупость это было бы обман невежество и даже мошенничество но и корень от фотографии море не стыдно у нас в уколене это будет сене сабрикоса или персика кто спорит у нас такого нет из маточное дерево откуда берутся сортовые черенки и дальше идет прививка и уже полностью сортовой шажер я подпишусь под каждым словом я не понимаю сейчас я вам объясню что такое просто работа у меня же сотни последователей у них результата разные есть несколько результатов вот они попившие фотографии где из косточек плоды получились крупнее чем из у прибитых эти же привезли но это скорее не исключение справа достаточно редкий случай чаще всего что-то средне арифметическое что почему глупости непонятно и тут я решил немножко прощить ситуацию итак вспоминаем старую историю год не прошел сверхранье сене сабрикоса вот бай сене сабрикоса бай он меньше если брать с привитым он самый мелкий оказался смотрим дальше еще прошло это было смотреть их созрел 30 июня потому что я чуть ли не реклама и 10 июля на нем еще висели амрикос еще висели мелкие согласны но я же это подчеркнул сто раз никогда и не сказал что вот отсюда вырисит 68 грамм никогда ни разу но вот эта фотография значит мне здорово помог он взял и понятно от кого вот а он взял курсе посадил 4 подряд вот это самый крайний самый мелкий и качество сверхранье это чудо вы знаете что сверхранье абрикосы такие же ценные как сверх позднее обещать почему никогда не угадаешь какие два-три дня ночью ударит мороз и уничтожит цветы не только даже месяц угадать ниже у меня это было и в апреле и в мае вот и получается что сверхранье такую ценность имеют как сверх позднее теперь если взял свою кошечку что будет ну вряд ли он опять врачи такой как его родитель кто бы спорил а эти три вот так вот сказать что он испортил сорт дело в том что если бы в наших российских садах вот таких вот было бы нет ни тысячи откуда у нас тысячи миллионы должны быть даже с козыщик понимаете что мы с ним все роман жир себе не так помог вот этими четырьмя сердцем не легче отбиваться и чтобы меня не считали луком ну а про персики я молчу персики они так получилось что персики хашинские они настолько уже мелкие сами по себе это видимо десятки сотни поколений без прививок без прививок пусть они 40 50 грамм бывали при огромном урожай это персик для кого-то это чудо даже мелкий и стоит его только поместить этот же опять на привить его на 55 а у других даже на юг переезжаем это вот я вам показывал десятки фотографий в десятку людей и чем нежнее тем они крупнее из косточки но утверждать заранее я не могу я просто говорю что его главное качество что это персик вот это что он персик вот этого качества остальное уже потом вот теперь посмотрите сейчас будем довести до доводи дома абрикос я не закончил абрикос сахаталинский годом раньше о елки-палки ладно другой раз покажу я как всегда что-нибудь забуду годом раньше он был желтый такое может случиться вроде бы не должно быть почему потому что он сахаталинский гор потому что он от природы желтый а соседи у него а этот амур чья работа ну-ка ветром надуло так говорят некоторые девицы вот вот этот пример да как я могу я же теперь с них косточки взял у меня стоит 10 на балконе еще несколько банок погребе вот такая трехлитровая банка сахаталинского абрикоса я что псих кто-то при этом посадить вот а потом меня будут долбить почта из него выросла да и мне же на эту фотографию так красного красного а вырастет какой красный желтый не знаю никому гарантии не даю только сегодня мне говорит дайте гарантию герман вы же здесь герман точек который попросил у меня и самых любопытствующих самых любознательных вот ему нужно знать историю садоводства как получилось а я вам показывал знаете книги показывал обложки показывал отдельные страницы показывал там где лишние центральный корень вообще все корни лишние вообще понимаете вот это вот герман а германа что он мне взял и сказал а вы мне гарантию дадите я врачок все сумасшедшие гарантию давать чтобы потом вот это вот получать что я глупый нет я самый первый кричу достоинство сеянцев совсем другое у любого моего сеянца это сибирь это же не привитые взяли выросли сами по себе вот эти вот после культурного привитого где дети их не выросли вот такими и урожай был сумасшедший и не замерзли а почему а у них уже гены манджорсы вот это главное достоинство так что зря вы меня глупо могу звали а самое интересное знаете что я взял такую фразу великие люди перед то о чем мы говорим вот то что сейчас вот он взял там высказал мнение про украину да а раньше так как вот понимаете один великий человек живет в крыму так генерал раевский председателя общества сада как председатель императорского всероссийского общества садоводов генерал раевский императорского да он крыму еще в северской области а я в сибири а мне же помните как этот самый крупнейший ученый сказал что это сам генерал раевский железом бы не согласился так вот конечно мы не согласился с объяснят почему задел меня чек ну я надеюсь что это не уж я же нет ни кричи не ругаешься просто объясняю что вот он никак задел на украине это будет все не сели персика у нас есть маточное дерево подберутся с утрой среди все и у меня точно так же но разница в чем и так на украине привил захотеть взял наше дерево привил и если у тебя нет сверхморозов который убивать я помню это тысячи черешеных был такой год вы ладно не был короче когда сразу несколько тысяч рожек где основа всего благополучия вымерзает и все это бывает а здесь получилась и берешься не так себе или надо что было дело и почему меняется и почему невозможно выдержать все эти параметры вы пожалуйста сколько угодно можете вот это даже можно сказать можно текать но в сибири так как и берешь сам они не морозостойкие замерзнет и подвое приводит мы вынуждены брать самым разостойкий вот тот же воружский абрикос минус 50 а он зараза не совместим с культурным начинается большая работа я провел эту работу я потерял ну не 40 лет сознательных последние 30 лет сознательных вот понимаете как получилось сознательных и теперь они совместимы и плоды меньше не стали мне стыдно показывать 20 раз мы мы эти то чего нет у вас украины как получилось особая работа надо было сблизить а как получается новая сорта первое или это межвидовая а так перекорежит по двое перекорежит приводит что его не узнать раз но еще надо чтобы она сохранилась есть проблемы есть или значит мы берем одно самый низ назовем это я придумал сам название нажимка это эволюционная лестница самом низу манчжуриц китайки уссурики и допустим эти самые себе сибирки самом низу а у них тоже несовместимость с верхушками с огромными водами сладкими преодолеть при приходилось но при этом получались не то что ожидали а не то вот мало того не с поколением они давал давай укрепляться мне стыдно еще раз показывать настолько этого на показывал да они еще и укрепляются то есть получается и глупость я сказал что не могу сохранить как же кто она обидится если они еще лучше получаются а сотни фотографий других садов там такие чудеса помните я уже говорил перед поэтому мне всех превзошли меня по по крупности абрикосов у низких вот такие яблоки огромные у некоторых груши у некоторых это сливы 100-граммовая вот мне уже скоро отсюда надо будет уходить понимаете разве плохо вот это вот ну как можно извините можете отехать если вот это вот вот это вот вот это вот ну неужели за это надо мордить и хотя друзья так чем получается 5 митинговать ночью ладно значит заканчиваю разговор чем это один из моих постулатов чем рождение тем при прочих равных условиях качество плодов выше не отрицаю то что я несколько поколений это я с этим проблемой справился а проблема бы все такая берем 10 косточек вылезли допустим они все вышли год два три сала 8 7 6 5 4 3 2 1 1 скорее всего этот один нет сейчас объясню тут он прав ну кто бы спориваться он прав как и как раз тот который будет самыми у дерева есть возможность дать один крупный плод 2 пометче 3 7 5 совсем мелкий догадайтесь почему он даст 5 мелких да потому что его рот продлить надо караул он мерзнет он мерзнет вот и все беру эту же косточку вот это же выросло с костиками от этого вот это выросло с костиками вот это сверх ранний байк беру ее же не не такую же там опять разброс а помещая например это туда же на украину его чудо она будет крупнее разу два так у меня шелковицы получилось из двухсот шелковиц выжила пять и все пять размером вот с этот ноготь вот смотрите вы думаете среди 200 не было вот таких вот настоящих шелкович где они погибли замерзли но саму тенденцию мы понимаем вот и чё тут это было сравнивать сибирь с украиной но нельзя мы этому рады и этому мамораду а я еще великие люди переодрались помните этого генерала районского а сколько такого было вот один тут другой там и не слышно друг друга мичерина отменили что влияет почва отменили даже радиацию мичерин вспоминал отменили вот где-то самое еще отменили вот превью и все у меня выйдет на украине а то что вы в раю живете вы про это не это самое почему-то забыли последний слайд